добрый день друзья я бы хотел рассмотреть ситуацию с благодатным огнем и иерусалимом так скажем более подробно чем обычно об этом говорят на первом канале на втором канале российского телевидения почему-то для только верующих только одной религии был посвящен весь эфир вообще непонятно потому что у нас страна немного другого плана она все-таки светская и такое насаждение на мой взгляд неправильная до свободу верования никаких вопросов я конечно не могу задать и не задаю но идеологию навязывать через центральные каналы это неправильно потому что у нас мало верующих ну может быть 10 может быть 5 может быть 12 процентов так по соцопросам по крайней мере которые все время проходят и нельзя эфиры загружать на мой взгляд именно вот этими небольшими процентами с другой стороны я понимаю что воскрешенные храмы требуют прихожан и вся сама система она требует пропаганды чтобы она работала поэтому здесь я тоже не могу сказать ничего против потому что это все как говорится в правильном идеологическом режиме делается а сам режим идеологии такой идеологии это вопрос другого порядка так вот я сейчас хочу как раз к тонкостям этих моментов перейти у нас канал россия показал трансляцию нисхождение благодатного огня достаточно подробно достаточно подробно и там один из комментаторов с женским голосом сообщил что в иерусалиме была куплена такая-то недвижимость где то-то то-то паломники там и останавливаются теперь и мол вот это такое интересное маленькое такое событие маленький стришок к событиям с благодатным огнем на самом деле комментатор ша либо лжет либо не знает самой истории либо почему-то специфически и специально ее укрывает и покрывает я вам скажу как развивались эти события и потом поставлю один очень интересненький вопрос который для меня ну очень интересен поскольку я занимаюсь исследованием и самого христианства как религии естественно и последователи и и включая те самые кланы царей которые в том числе являются и романовыми и виндзорами так вот смысл здесь вот в чем в 19 веке император основал определенное общество не буду его называть в этом своем фильме это общество было посвящено формированию паломников святой земле и это общество и само паломническое движение это были одни крылья то есть дополнительные крылья той птицы который называется библия я уже говорил что в 19 веке в конце ее был придуман ветхий завет а потом уже в начале 21 века был придуман новый завет христианство так вот когда в 19 веке некие силы из скажем так из-за черты оседлости украинские силы делали в россии продвигали свое это религиозные знания они уже знали что их храмы будут стоять по руси по россии а источник этих религиозных верований он будет находиться в некой святой земле поиск этой святой земли происходил долгие годы даже декабристы которых повесили помните там по школьной программе даже они были повешены за то что стали угрожать носителям ветхого завета тем что отправят их на плоскогорье турции сегодняшний тогда турции не существовало это был 19 век турции появилась только в первой второй четверти двадцатого века если кто не в курсе так вот тогда один из казненных позже тех самых офицеров он сказал что он переселит этот святой народ туда на это плоскогорье после чего буквально на следующий день его вместе с его соратниками повесили на тех виселицах потому что никто не хотел переселяться на то плоскогорье почему там не было плодородной земли там не было рек ручьев там не было ничего кроме каменной пустыни естественно люди обиделись и привели к такой ситуации не состоявшегося зачинщика долгие годы шла система поиска территорий для священной земли она происходил по всей земле исходя из того чтобы людям которые будут жить в этой святой земле жилось наиболее жирно чем всем остальным поэтому например у нас на востоке россии была создана определенная область этническая которая тоже к россии никакого отношения вроде это со мне относится но целый огромный край был отдан вот конкретно под какую-то программу которая захлебнулась почему потому что восток нашей страны несмотря на близость китая и японии он никак не хочет обживаться ни в какие моменты нашей истории по крайней мере пока ну иногда правда навязывает нам весь этот тибет и алтай мол новые места где спасутся это для того чтобы люди наводняли их и потом туда можно было уже приехать тем кто будет моих костях жировать также было с америка и когда ее сначала осваивали думали что это будет самый рай также было прежде с германии когда туда приехали и думать что германии как центр удобный центр европы это будет самый жирный момент обитания но вот в результате после всех этих хитросплетений после всех этих хитросплетений решили сделать проект все-таки там в иерусалиме для этого в девятнадцатом веке царь николай второй купил там определенное количество недвижимости о чем сказала эта женщина в комментарии своем он эту недвижимость сначала населил паломниками чтобы они протоптали тропинки как это делается в микрорайонах которые только построили людям разрешают ходить где угодно потом эти тропинки асфальтируют это становится уже частью нормального технического проекта вот так было и в иерусалиме когда там сказали что там находится святыня туда люди потянулись какие-то их части протоптали эти тропинки потом эти тропинки в наше время уже за асфальтировали и мы уже видим такие богатые золотом обряды которые сегодня мы с вами видим и наблюдаем по телевизору а как развивались дальше события потом часть этих событий была заморожена пока у нас ветхозаветные революционеры сделали свою революцию но в тридцатые годы этот проект новой святой земли он как бы начал опять оживляться почему потому что все уже знали о том что будет вторая мировая война они говорил в том числе и герберт уэллс он специально предупреждал и нашего лидера и своих там лидеров то есть это была специальная такая операция в его лице и он уже говорил что в сороковом году начнется эта самая война ну и оказался в общем то прав но смысл этой войны я не буду сегодня его еще раз объяснять я уже говорил это освещение нового мира вторая мировая война это освещение появления америки и северной и южной и дарование им света почему я сейчас в контексте нисхождение благодатного огня еще раз это и упоминаю свет это не обязательно беготня со спичками или со свечками дарование света это в том числе и просвещение это то что называлось раньше колонизации когда войска колонизаторов приходили куда-то в какие-то дикие племена в первую очередь они с собой несли просвещение просвещение и во вторую очередь только для тех кто их слишком домогался и слишком выпрашивала у них работу приобщительно к цивилизации вот тем они давали работу которую сегодня благодарны и в рабством так вот в тридцатые годы снова началось оживление проекта в иерусалиме а в сорок восьмом сорок девятом году вы знаете чем она закончилась между этими двумя датами было много интересных событий которые развивались примерно так один из королей я опять же не буду их называть потому что это не суть важно какие фамилии чтобы не запутывать вас я это просто опускаю один из королей англии на тот момент это еще было до елизаветы второй до восшествия ее на престол он позвонил советским лидерам которые сами являются из этого же клана и сказал вот пришло время мы из своей территории из английской переместим ветхозаветное количество людей туда на святую землю вы не против как советские владельцы николаевских этих самых бумаг на ту самую недвижимость и мы поселим в вашей недвижимости советские лидеры сказали нет вперед мы только за в результате из англии приехало большое количество переселенцев первых переселенцев в палестину которые поселились в том самом доме который купил николай второй еще в те времена и с этого момента с этого дома началось формирование государства которые мы сегодня знаем которые там размещено и это государство это государство было образовано исходя из двух пониманий но первое геополитику я совсем как бы не беру здесь это может быть и так может быть не так потому что геополитика понятие меняющиеся а вот по-настоящему первое это очень жирный кусок нефтяных транс акций то есть там в иерусалиме выбрана была такая точка на которой может быть ничего сажать то и нельзя но там и никто и ничего и не сажал потому что люди которые туда приехали были далеко не пахарями а вот то что следующее за их переселению время будет посвящено полностью нефтяной эре и они оказываются в центре нефтяных распределений всех вот этих вот это было очень важным это обещало очень жирную им жизнь кстати очень много политиков которые не знают нефтяной истории и лопочет с первых каналов такую лабуду за что кажется что им прямо вот знаете за подзатыльник подойти и сказать ну что ты парень даже не двоечник а колышник тебе просто нельзя выпускать на экран один тут чуть ли не знаете там около президентского уровня заявил что какие-то перипетии могли бы быть там или были с этой самой нефтью в той или иной стороны не буду уточнять самое главное чтобы вы понимали а этому посвящен целый научный доклад научная работа помните такого гайдара гайдара он в этой своей работе очень хорошо продемонстрировал динамику цен на нефть все время пока был советский союз цена на нефть была около 10 долларов за баррель когда сделали госпереворот в россии цену подняли до 200 до 250 долларов за баррель чтобы вот через нее через эту цену откачать как можно больше денег из россии а потом началась вот эта катавасия которая идет сегодня опустили до 80 плюс минус там 20 долларов но все равно представьте сегодняшние 80 долларов проблемного времени и сопоставьте их с 10 долларами не проблемного времени которое было в то самое советское время то есть это управляемые процессы управляемые процессы определенными людьми которых вы все знаете которые очень агрессивны в этом отношении и вот они себе выбрали такую территорию для существования в этом самом иерусалиме но чтобы обосновать туда приезд различных людей других которые знаете вот большинство богатеев они у нас как бы такого плана когда они себе скуют какое-то огромное количество денег по их мнением они начинают становиться звездам и звездить вот почему там аллея звезд в америке у них начинается звездная болезнь и они думают что раз у них есть килограмм золота значит они бога за бороду схвати и теперь у них появляется якобы право подвинуться к этому богу способом что они тянут его за бороду не сами подходят к нему а вот тянут этого бога мол подвинься бог к нам мы ведь такие крутые почти как ты все из золота и вот тот подвигающийся бог тот подвигающийся бог он подвигается к ним теми самыми храмами и святыми местами и одно из самых сильных мест куда наконец-то пошли и сами переселились поближе и сами эти богатя и это тот самый иерусалим вот с такими памятниками типа места схождения благодатного огня на самом деле я вам напомню что исторически в мире сегодня существует четыре могилы иисуса которые имеют может быть даже больше прав чем сегодняшняя израильская иерусалимская я назову их это индийская могила она существует она древнее чем та самая ближневосточная есть японская могила иисуса она тоже древнее есть французская могила иисуса она еще тем более древнее как разобраться в этих могилах иисуса то есть где на самом деле что-то может быть происходить я еще раз повторю что иисус это солнце и все движение солнца они так или иначе обрисованы если мы говорим о воскрешении христа то это восток поэтому вот та могила которая в японии и в индии вот та двойная такая просто сначала было востоком индии а потом узнали китай и японии то чисто по истории вот те две могилы является тем местом где воскрес иисус то есть там если кто-то будет отмечать воскрешение господня то там надо это воскрешение отмечать там если говорит момент когда иисус уходит с нашей земли то есть уходит умирает уходит на тот свет то это западные могилы поэтому французская могила это та где он упокоился после чего три дня он находился на том свете ну и вы понимаете три дня это три месяца зимних когда солнце находилось там вот в своем угнетенном состоянии а потом оно под землей прошло эти три дня и воскресло на востоке если говорить о иерусалиме то здесь другая терминология почему они прицепили именно эту территорию к этому культу именно потому что восток вовсе не обозначает восточную сторону света в древности до грегорианского календаря слово восток а это хорошо написано у фасмера и удали по-моему вот в этих словарях восток обозначало воз течение чего-либо и в древности до грегорианского календаря то есть до 1917 года востечение происходило в центре цивилизации они на ее крае и востечение это происходило к полярной звезде которая давала нам юлианский календарь поэтому восток с точки зрения восхождения христа как элемента повторяющего религию копирующую религию полярной звезды восток находится в центре мира в центре ну и таким центром мира стали рисовать тот самый иерусалим в определенные времена когда собственно и началась накачка этих территорий людьми когда их познали как географический центр раньше в прежние годы географическим центром и в центром всей империи считалась москва и являлась москва а потом по мере расползание нашей цивилизации я об этом кстати очень много написал в книге бегущий по лезвию 2053 после этого началось перемещение географии нашего центра и вот какой-то промежуток времени он был не таким большим до того момента как открыли северный и южный полюс это примерно с 33 года 20 века то есть 1933 года по 1945 год вот в этот промежуток в этот промежуток плюс-минус несколько лет центром географии земли являлся иерусалим а потом уже после сороковых этих годов уже когда был исследован южный полюс и чуть ранее северный уже центром нашей земли стал лондон ну и отсюда следует что все короли стеклись вот в этот город ну и теперь задаю специально для тех кто дослушал этот фильм до конца задаю очень интересный вопрос как вы считаете кого именно очень сильно не хватало на празднике и не хватает всегда на празднике нисхождение благодатного огня и почему почему это происходит подумайте над этим ответ я вам дам в следующем фильме